Добрый день, мои дорогие зрители! На дворе у нас 13 августа 2022 года и хочу я сегодня поговорить за углы на веслах. И нет лучшего места, где это сделать, как в глубине Битцевского леса. На антижаровом пикнике прохладным летним днем. Итак, сначала договоримся о понятиях. Вот оно у меня весло. И вот сейчас на нем установлен угол 0 градусов. Кстати, значит, я говорить буду про эти углы с точки зрения эргономики и эффективности. Только удобство. И что происходит у нас с руками. Я говорю от имени праводержащего человека. Поэтому, когда я поставлю угол отличающийся от нуля на весле, у меня весло будет в этой руке будет зажато намертво. Вот это место всегда зафиксировано. А здесь у меня всегда рука будет прокручиваться больше или меньше. То есть, я говорил от имени праворукового грибца, который держит в правой руке цепи. Итак, в чем... И хочу попробовать вместе с вами разобраться разницу, какие нагрузки или там... какие явления происходят с руками при разных углах разворота весел. Начнем с самого массово привычно неправильного угла. Это угол 0. Мы их еще набереживаем чебурашки. Чего и почему этот угол массовый у нормального человека я как бы однажды уже выяснял. Мне казалось, что это причина в удобстве хранения весел в магазине. Гораздо удобнее много весел держать в магазине, когда они плоско все лежат. Они вот такие. Представляете, таких вот кучи весел они начинают между собой гулять. А когда тебе принесли такое весло из магазина, человек, который не замутнен никакой техникой, он берет это весло и начинает грести. Что он из-за этого получает? У него обе руки жестко держат это весло. Дальше надо посмотреть, что происходит при грибке. Ведь грибок это заставление лопасти перпендикулярно направлению движения вставать в воду. Для этого ведущей руке не надо ничего делать. Мы должны засунуть лопасть в воду. Дальше идет грибок. Что при этом получается со второй рукой. Когда мы начинаем выносить эту руку из воды и пытаться довернуть лопасть другую до нужного угла, вторая рука вынуждена выкручиваться в обратную сторону. Кто-то оставит так и будет так грести. Кто-то в этот момент сделает проворот небольшой. Вот я сделал проворот. Что дальше получится? Я в этом месте опять грибану правильно. то есть лопасть станет поперек движения лодки вперед и я опять прогребу. При этом у меня вот эта рука, которая должна давить вперед. У меня выкручивает нижняя рука ее вот сюда и получается не вот такое движение, а вот такое. На камере может быть это не очень заметно, но рукам это жутко неудобно. И переходим в крайнюю крайность наоборот. я ставлю правый на право на право рукам в весле 90 градусов угол разворота. То есть вот весло лопасть так вот это весло лопасть строго вертикально. Что при грибке здесь получается? По-прежнему моя рука зафиксирована точно на правом цевье. Я делаю грибок. В этот момент у меня левая рука отпускает цевьё и проворачивается. С точки зрения эргономики этому суставу ничего не грозит. Он будет работать удобно так, как ему то есть вот в момент грибка оттаскивания от себя цевья, а это главная часть грибка. Грибок делается верхней рукой. Оно станет ровно так, как удобно, потому что этот шарнир свободный. Итак, я делаю грибок, заканчиваю его, и видно, что лопасть при 90 градусах разворота, дальше, чтобы её положить в воду, вот эту руку, я должен по дороге вместе с локтём вывернуть аж вот до такого состояния. и тогда грибок здесь будет осуществляться правильным углом лопаты. Что дальше произойдёт? Дальше произойдёт естественный процесс. Вот эта рука прокручивается свободно, а эта просто осталась в том же углу. То есть правая рука гребёт всегда удобно, но толкает всегда вот с таким вот выгибом. Давайте обратно сравним, что было с нулём. Я опять ставлю ноль, делаю грибок. Слежу за тем, чтобы левая рука правильно поставила лопасть. Левая рука вынуждена немножко уйти, вот выгнуться в обратную сторону, левый сустав, и за собой тащат ещё и верхнюю. То есть руки начинают выкручиваться вот в эту сторону. При том, что нормальный грибок здесь был бы хорош, даже не знаю как сказать, но это явно неудобное положение, просто неудобно. Ещё раз. Я взял правильно грибанул с ведущей как бы руки, хотя у тех, кто держит лопасти чебурашкой, ведущей руки нету. Я грибанул, дальше я должен вывернуться как-то, у меня вот этот локоть сюда уходят, чтобы грезть в эту сторону. Или если я возьмусь здесь сейчас так как удобно, то при выходе вот сюда на этот грибок мне придётся эту руку вот здесь выгибать. Получается какой-то капец, я даже не могу сказать, что это такое, но это категорически жутко неудобно. Если одной рукой будет удобно, вот сейчас левой рукой снизу удобно, здесь толкать более-менее удобно, то как только я перехожу на вот эту на сюда я получаю выгиб вот этой руки, иначе просто у меня лопасть не встанет правильно. А, кстати, и нижняя рука начинает выгибаться туда, в обратную сторону. Получается какой-то пердемонокль. Это жутко неудобно. Вернёмся обратно в 90. Ещё раз. Как это выглядит на 90? Удобный угол постоянно в этой руке при гребле. Идеальный всегда здесь толчок, потому что свободный сустав свободный вот здесь вот сустав он ставит ровно так как надо для толчка. Дальше меняем руку. Свободный прокрут, но вот верхняя рука начинает больше заваливаться сюда, чем хотелось бы, потому что грибок бы хорошо делать вот так, а я вынужден делать вот так. то есть при 90 градусах, чтобы вот так вывернуть лопасть, я должен вот так вывернуть кисть. А если мне, чтобы мне удобно грести, у меня лопасть пойдёт вдоль лодки, а не поперёк. А теперь посмотрим на тот угол, те углы, которые считаются эргономическими. кстати, откуда взялся вдруг угол 90 градусов. Вроде как угол 90 градусов взялся из спортивной гребли, где 90 градусов угол позволяет на ветру лопасти идти, сейчас я поставлю 90, точно, да, когда мы идём гребём, лопасть идёт, режет воздух, как бритва, потому что если мы ставим ноль, то при гребке верхняя лопасть давит воздух навстречу. В обыкновенном туризме в этом нет большого смысла, а вот в спорте там это очень серьёзно, потому что там люди борются за каждый процент и долю процента. Итак, теперь перехожу на некие эргономические углы, которые просто посмотрю, будет и сильная разница. Промежуточный угол, естественно, между нулём и 90, это угол 45. Сейчас я попробую его поставить поточнее. Итак, я выставил угол 45 градусов, ведущая рука правая, и вот видно, что лопасть не лежит горизонтально, как прибыло у 90 градусного разворота, а вот он, 45 градусов угол. Может, я чуть-чуть ошибся, вот так. Посмотрим, что здесь получается с кистями в момент гребли. Итак, с правой кистью всё всегда в порядке. Правой ведущей кистью всё всегда в порядке. Она гребёт ровно как надо. Тащит на себя весло со сгибом локтя, без сгиба локтя, это уже детали другого анализа. но при этом верхняя рука прокручивается до удобного положения и мы всегда здесь толкаем удобным положением верхнего сустава. То есть с движением с грибком со стороны держащей руки проблем нет вообще. То есть мы гребём здесь всегда правильно, здесь тоже всегда правильно. Идеально правильный грибок право держащего человека справа он идеальный. Здесь правильное толкание так как вам привычно. Здесь всегда рука держит весло правильно. Что происходит дальше? Дальше при смене грибка нам нужен проворот. Но не 90 градусов. Вот смотрите я руку я не разбираю руку я просто поднимаю высоко лопасть. Почти почти лопасть встала поперёк моего движения. Мне осталось его довернуть чуть-чуть. Вот я беру вот этот сустав и чуть-чуть доверачиваю. И вот у меня уже лопасть идёт поперёк дороги. То есть до идеального грибка с левой стороны мне пришлось сделать небольшое вот такое движение. Если помните в 90 было аж вот так. Вот здесь и таится наука эргономика. Она говорит, что напряжение нагрузка на суставы и эффективность грибка при углах меньше 90 и больше нуля оно лучше больше эффективнее. Вопрос для каждого конечно остаётся открытый какой твой личный угол. Я сейчас попробую найти тот угол у которого мне меньше всего происходит вот этой вот штуковины. кстати ещё момент если взять угол 90 градусов ворота весла и вы владеете или учитесь владеть зацепами то зацеп это такое движение где лопасть ставится под углом атаки к направлению движения с ведущей рукой обычно проблем нет. Вот я ставлю упираю локоть себе в живот в бедро чуть-чуть разворачиваю и вот у меня в общем примерно 45 градусов из этого положения можно начинать всякие зацепные дела я тоже не буду инфронтировать дальше что с ними делать просто исходное положение вот оно есть я уже начинаю встречную воду брать лоб брать веслом которая будет тащить меня лодку туда это и есть задача зацепов в разных интерпретациях а теперь смотрим что при 90 градусах будет в другую сторону я беру пытаюсь сделать зацеп в другую сторону 90 градусов и вот я максимально насколько можно за головой вот так вот так вот выкрутил сустав а угла то почти нет мне еще дальше надо прям за шею закрутить далеко руку это жутко неудобно и это я часто кстати наблюдаю на соревнованиях но там ребята серьезные но они это делают недолго поэтому не страшно а вот если ты долго долго едешь и постоянно занимаешься это неудобно что будет если мы для зацепа будем использовать угол ну например хотя бы для начала 45 градусов вот я ставлю что-то типа 45 градусов с правой рукой все то же самое ничего не менялось с правой ведущей смотрим разницу в левой вот я поднял просто поднял руку наверх у меня уже почти готовый угол атаки какой хочется для этого больше я беру сейчас вот меняю угол весла вот этот угол у меня был бы идеальный вот при моем удобном таком положении рука рука над головой вот этого угла мне достаточно какой угол у меня получился а получился у меня угол меньше 45 это угол что-то типа 30 так вот неспроста у сплавщиков спортсменов каякеров сплавщиков наиболее ходовой угол разворота лопастей это 30 градусов потому что они активно пользуются вот этими движениями если вы внимательно посмотрите за каякерами высоких категорий у них вот эти вот движения очень часто и для того чтобы это было делать легко у них стоит угол 30 градусов есть еще более отмороженная публика которая из каякеров гребет нулем но это уже ближе к родео в родео некогда там все очень быстро происходит там вообще некогда крутить руками поэтому в родео очень много народу гребет вообще нулем или совсем небольшим углом чуть-чуть теперь я попробую вернуться и найти тот самый угол который для меня я этого еще никогда не делал я вот сейчас попробую иду на камеру это сделать сам для себя вместе с вами найти тот угол который мне дает одновременно ветрозащитность то есть он минимально мне подставит лопасть под встречный ветер и одновременно заставит меньше крутить руку при любимых моих упражнениях в смысле зацепа то есть я попробую найти минимальный угол который мне удобен при такой ленивый достаточно гребли то есть я выношу руку то есть правой рукой мы говорим что нету никакой разницы я это дело делаю на левой руке я вывожу руку налево и вот и кладу руку на каску вот прям вот так вот как есть я ее кладу на каску вот этого угла мне в принципе достаточно потому что я могу еще чуть-чуть довернуть но это не сильно так вот поэтому давайте я попробую его еще уменьшить вот оно я его еще уменьшил и вот этого и вот этого даже угла мне уже слева достаточно а теперь я хочу посмотреть что у меня при этом получилось потому что с точки зрения гребли мне все равно как грести вот здесь мне углы не важны совсем я готов грести от 45 до 70 80 градусов мне вот это все равно я привыкаю прям за 3 минуты и так какой угол у меня получился который был бы все равно он зараза он получился все равно те же 30 градусов то есть вот не обманешь природу он у меня 30 градусов давайте я попробую просто при этом а я хотел чтобы он был больше попробую-ка я его теперь больше сделать я его попробую наоборот сделать 60 то есть вот 90 я крутанул весло на 30 градусов примерно вот они 30 градусов и что я получаю в варианте с зацепом я получаю лопасть весла при подъеме руки ровно идущую вдоль и мне надо хорошо доворачивать в принципе для насыщенного бурноводинга насыщенного препятствия где надо много маневрировать и быстро угол 60 мне при моих руках мал это прям ну вот я устану вот это делать поэтому наверное я должен вот сюда вывернуться и вот этот угол уже я могу себе считать мне мне удобен вот интересно получить что я что я сейчас получаю ну я правда не сомневаюсь что я опять получу но я получил нет я все-таки немножко сместился к 45 то есть мой доступ допустимый для меня на техническом при техническом сплаве это угол максимальный угол это 45 минимальный удобный это 30 но 45 это уже на ветру ты чувствуешь что в тебя дует ветер то есть на ровной на гладкой воде там есть на озере а 30 ветер в лопасть уже лепит конкретно вот поэтому оставляю каждому на свое усмотрение тот угол который вы себе сами выберете но я надеюсь вы приблизительно поняли откуда ноги растут углов обоснование удобного угла разворота для лопастей вот ну и на этом собственно на сегодня у меня на этом все до свидания